Это недельная глава и следующая, они посвящены именно Иакову. И мы уже читали предыдущие недели главы, недельные главы о наших праотцах, Аврааме, Исааке. И у каждого из них было особенное качество. То, что их особенно отличало, это как символ Авраама, это гостеприимство, хесед. Символ Исаака, это сила, гура, это страх Божий. В прошлый раз об этом говорили тоже. И символ Иакова, это тифурет, это гармония, упорядоченность, это красота. И мы знаем, что в жизни Иакова было очень много-много событий, очень неожиданных, не всегда приятных, сложных. Но мы видим, что в итоге, в итоге все пришло в гармонию, порядок. То есть это само качество Иакова. То есть он умел все устраивать так, чтобы все становилось хорошо, все становилось упорядоченной. И вот он уходит из своего дома, получив два благословения. И отец ему... И мама сказали, чтобы он не брал из дочерей ханаанских себе в жены. То есть говоря, что найди там себе жену, ты уходишь? Найди там себе жену. Он направлялся к дяде своему, Лавану. И вот он шел, и... Он пришел в место, называемое Харан. Это уже был вечер. И так начинается эта глава, которая называется «И вышел». Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел в одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней этого места, и положил себе изголовье, и лег на том месте. И Иакову приснился удивительный сон. Просто удивительный сон. И интересно, что в Евангелии от Иоанна Ешоа, учитель наш, Господь, Спаситель, он... это первая глава Иоанна, он сказал такие интересные слова. «Истинно, истинно, говорю вам отныне, будете видеть небо отверстым и ангелов Божих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. И все это видел, пророчески видел Иаков. Он увидел эту лестницу восходящих, нисходящих ангелов. Он увидел это движение в духовном мире. Это было потрясающе красиво. И Иаков, он был в страхе и трепете. Когда он проснулся, он сказал, как страшно это место. Он просто трепетал, то есть он понимал, что здесь очень сильно проявился, присутствует Бог. Я верю, что здесь присутствует Бог. Здесь особенное место, место святилища. И я верю, что в каждом из нас есть страх Божий. И когда мы осознаем этот трепет перед Богом, понимаем, то мы и ведем себя соответственно. И впервые, когда человек впервые приходит в общину, в церковь, он... Я так себя помню, что когда я пришел в церковь, для меня это было что-то очень особенное. Это было то место, где я чего-то ожидал. И Бог сказал Иакову, что он сохранит его, защитит его. Мы помним, что Иаков, он убегал от своего брата, который пообещал его убить. И Бог говорит, я тебя сохраню, я дам тебе землю, ты распространишься. Все обещания, которые были тебе даны, неизменно исполнятся. И интересно, что сказал также Иаков. Иаков тоже дал обещания Богу. Иаков пообещал Богу, что он будет верен ему. И далее происходит... Наверное, это самая романтическая история в Священном Писании. Иаков постречался с Рахелью. И вот он пришел к источнику воды. И на то время это было самое социальное место. То есть там собирались все люди обычно, общались. То есть за водой приходилось ходить. И вот там был большой камень. И Иаков спросил, которым был привален этот источник. И все собирались, собрались, и все чего-то ждут. Иаков спрашивает, чего мы ждем, чего ждут люди. А вот соберутся сильные мужчины. И мы этот камень отвалим, пойдет вода, мы наберем воды, напоим скот. И тут он увидел очень красивую девушку. И он спросил, а кто это? А ему сказали, это дочка Лавана. И тут на Иакова с Иаковым что-то произошло. Он был настолько вдохновлен. Конечно, это была любовь с первого взгляда. И он был настолько вдохновлен, что, возможно, с тех времен появилось такое понятие, такое еврейское понятие, которое называется словом «хуцпа». То есть с ним что-то произошло. Он подошел к этому камню, сам самостоятельно сдвинул его. Это не медраж, так описывается в Писании. То есть у него появились сверхъестественные силы. Он сдвинул этот камень. И он подошел к Рахели и поцеловал ее. Но это точно хуцпа. Но мы видим, что девушка не отогнала его, не смутилась. Очевидно, он ей тоже очень понравился. И она тогда побежала к папе, все рассказала. Папа тоже пришел на то место. И папа понял, кто это. А он помнил в прошлый раз, когда Элизер приезжал за женой в эти места для Исаака, какие были подарки, золото, серебро, стада. И он просто бежал, он бежал. Вот, сейчас, сейчас я получу целое состояние. Приходит, стоит мужчина в одной одежде. Где подарки? Ну, Яков объяснил ситуацию. Лаван был очень такой хитрый человек. Вообще, Лаван — это белый. В переводе с эврита это белый. И Лаван, он был язычник. Он не верил в единого Бога. У него были свои понятия. И тогда, Яков прожил месяц у Лавана. И Лаван спросил, неужели ты даром будешь служить мне? То есть, он очень помогал, служил. И предлагает, неужели даром будешь, что тебе заплатить? И тогда, тогда Яков, он сказал, я буду работать. И семь лет буду работать. Я очень хочу жениться на твоей дочке. Хорошо, договорились. И Яков, он добросовестно отработал эти семь лет. И в Священном Писании говорится, что это время прошло довольно-таки быстро. Ну, семь лет. Когда молодые люди встречаются и происходит заручение, им говорят, что нужно подождать, нужно подготовиться. И это немалый срок. И молодые люди говорят, ну как, почему так долго? Семь лет. Я представляю, как эти семь лет, они общались, они смотрели друг на друга, они ожидали. Это было очень интересное время. И вот приходит время, подходит такой момент. Свадьба. И Яков напомнил, напомнил, дай жену мою, потому что уже исполнилось время. Ну, Лаван не спешил, он так работает хорошо. Пусть работает. Мне такие люди нужны. И тут Лаван сделал такое, отчего, конечно, Яков очень огорчился. Наш Рэбба на каждой свадьбе вспоминает этот момент, когда это точно она. То есть, наш праотец Яков, он не узнал тогда свою жену, оказалась его сестра. Утром просыпается. А там не Рахель, а Лея. Вообще-то, медреши говорят, что они были очень похожи, как сестры. Ну, просто у Леи было слабое зрение. И есть вещи в Писании, которые я не очень понимаю. И пишется, что Яков не любил Лею. Ну, мне трудно понять, почему. Почему? Потому что Лея родила Якову шесть сыновей и дочку. То есть, итого, семь детей. Ну, не любил. И мне это непонятно. И прослужил всего 20 лет. Яков прослужил 20 лет у Лавана. И Бог сказал Якову, возвращайся домой. Яков, он тоже понимал, хватит работать на дядю. В это время у Якова уже было хорошее состояние. У него уже была большая семья. И он понимал, что все, мне нужно уходить. И тут ему Бог говорит, иди домой. И Лаван, он был очень таким токсичным человеком. И это самое лучшее, что когда человек такой хитрый, изворотливый, он много раз менял свое решение, лучше всего от такого человека уйти. И впоследствии, когда Яков встретится со своим братом, он тоже примет решение с ним не общаться, уйти. И Яков пережил очень много испытаний. Он сформировался за эти 20 лет. И интересно, есть в Гавторе, есть такое место, которым я хочу завершить. В книге пророка Осии говорится, рассказывается об Израиле, это второе имя Якова, которое он получит. И очень красивые слова. То есть в итоге, после всех испытаний, Бог говорит, я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Аминь. Расскали. Субтитры создавал DimaTorzok